Распомнили о Невзореве, давайте я уточню просто, потому что за него взялись пропаганда российская, просто его чехвостик день это дня. Нет, потому что, ну, у меня такое ощущение внутреннее, знаете, что Путин попытается с ним разобраться, что он попытается уничтожить. Ну, Путин попытается разобраться со всей российской оппозицией, тоже, понимаете, а так идёт по трём направлениям. С одной стороны, россиян оппозиционных пытаются арестовать, выиграть, скомпрометировать, это идёт на каждом шагу. А с другой стороны, у россиян, которые, так сказать, оппозиционные, появляется всё больше на них разнообразного компромата, их сталкивают лбами, выбрасываются новые данные про ПБК, про врагов ПБК, то Невзорев Гейт, то, соответственно, и Железняк Гейт, и Кац Гейт. Российскую оппозицию раздирают, сталкивают, сталкивают искусственно, противостоять этому она никак не может. Наверное, сама она весьма грешна, это ещё одно направление главного удара. Ну и третье, совершенно понятно, что никаких пределов для действия агентов российских за рубежом тоже не установлено. Они это делали в 30-е, они это будут делать сейчас. То есть надо просто оглядываться по странам. Но я знаю, что когда Невзорев, например, к нам приезжал, я просто знал, что в зале сидят люди, которые это снимают, которые будут задавать пробуждённые вопросы. Слава тебе, Господи, там сидели и мои студенты, готовые немедленно отреагировать. Но проблему мы тогда процитировали с ними, кстати, замечательную фразу Михаила Кольцова. «Мы рады нашим гостям, и мы уверены, что наши аплодисменты могут прийтись и по вашим щекам». Это совершенно очевидно. Но, слава богу, там обошлось без провокаций, но, может, они просто лень было лететь в Рочетар. Но одно я могу сказать точно. Российская оппозиция не расслабляется, она примерно знает, кто с ней воюет. Но у российской оппозиции есть одно важное утешение. Она знает русскую ситуацию изнутри. Если для кого-то в мире Россия сегодняшняя выглядит чрезвычайно грозной, ну, это понятно. Но она выглядит ещё и чрезвычайно неумной, потому что количество ерунды, которое говорят все российские спикеры в диапазоне от Путина до Мизулина ежедневно, оно уже начинает зашкаливать. Поэтому, понимаете, чем более вы стараетесь казаться страшными, тем более вы смешны. И как не вспомнить повесть Адамовича Карателя с её эпиграфом? Чем выше обезьяна взбирается на дерево, тем лучше виден её зад. Сегодня он виден всему миру. Я почему спрашиваю о Невзорове? Потому что, насколько я понимаю Путина и его психологию, Невзоров когда-то был, ну, не то что своим, но, во всяком случае, был доверенным лицом. А такого не прощает Вадимир Путин. Он, видите, вот мы разбирали сейчас фольклор, у меня там идёт лекция, например, по блатному фольклору. За что убили Мурку? Понимаете, Мурка совершила главное предательство не тогда, когда она изменила Алёше, главному герою песни. Главное предательство она изменила корпорации. Она с ментом. А банда, она может простить измену, в конце концов, там, как мы помним по фильму «Место встречи изменений». Нельзя, не могу сказать, какая иллюзия, да. Но это свои. А вот когда блатные начинают ментовать, вот это не простить. Надо или блатовать, или ментовать. Понимаете, я всё время жду, что они Невзоров до любых, там у них много же, на самом деле, людей, которые от них перебежали. Что они сказали «слушай, в чём же дело? Что ты не имела? Ну, что ты не имела?» И поэтому они искренне этого не понимают, и они искренне мстят своими. Кстати говоря, довольно большое количество интеллектуалов было на их стороне, было их консультантами. И вот сейчас, например, мы знаем, что Гуцериев, оказывается, готов был сдать какие-то секреты в обмен на снятие санкций. Видимо, следующая такая жертва будет Сергей Караганов, которого довольно сильно прижали в Германию. Но то, что из этих рядов побегут, это совершенно очевидно. Да, они не прощают своим. Они, главным образом, не прощают того, кто был им полезен, а потом в какой-то момент сообразил. Ведь интеллектуалы никогда не были им классом угресски. Интеллектуалы бывали им полезны. Я думаю, что, кстати, отношение к Суркову, там тоже крайне недоброжелательное. И я не удивлюсь, если Сурков, которого тут все искренне поздравляют с 60-летием, если Сурков вовремя сбежит с этого корабля, потому что знают он много, он не из тех, кого эта корпорация отпустит в мирное плавание. Может ликвидировать. Нет, ликвидировать может, может посадить. Но самое главное, у них широкий спектр, понимаете, там убивать они умеют. Но самое главное, это помнить об одном. Вот это я хочу всем сказать. Есть огромное количество людей, которые искренне надеются, что до какого-то момента интеллектуал может с этим режимом сотрудничать и реализовывать свою программу. Это вечное фаустианское заблуждение, да? Мы поработаем на Мефистофеля, потому что только Мефистофель гарантирует нам неприкосновение. Ребята, Мефистофель – великий обманщик. Вы не поработаете на него. Он рано или поздно вам голову откусит обязательно. И вы никогда не будете для него своими, понимаете? Поэтому все, кто сегодня надеется ужиться с российским режимом, посотрудничать с ним, замарать только коготок, а не всю птичку. Это, я сегодня читаю иногда списки интеллектуалов, которые ездят на книжные ярмарки, которые выступают на официальном корабле, ездят в Донбасс. Они все надеются, что их пощадят. Нет, ребята, эта сила не пощадит. А когда вы прозрете, она вас не выпустит. Поэтому не ходите к черту на поклон. Он все равно радует. Как это сделал Владислав Юрьевич Сурков. Ну, это вообще ужасная история. Дело в том, что, понимаете, к Суркову можно относиться по-разному, но он, по крайней мере, написал «Вдражание Гомеру». Одну талантливую вещь он написал. И главное ужас положения Суркова в том, что он все про себя понимает. Судя по этой книге, судя по публике, он все про себя понимает. Вот мне Лидия Гинзбург сказала когда-то, самое страшное не умирать, а понимать, что ты умираешь. Я боюсь, что с Владиславом Сурковым и с большинством интеллектуалов происходит что-то такое. В этом плане Небзоров, конечно, выбрал лучшую участь. Друзья, мы сейчас продолжим. Вы пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Старайтесь как можно больше. Лайки, лайки. Главный лайк. Да, да, ставьте лайки, не забывайте. Дмитрий Львович, я сейчас вам скажу вещь, которую мне относительно недавно рассказали. Причем рассказали мои неплохие знакомые из израильского генштаба, из израильского САОБЕЗа. Согласно информации, согласно их информации, Российская Федерация, Российская Разведка на протяжении целого года с 22 по 7 октября 23 она готовила и сохраняла, обеспечивала тайную коммуникацию, тайные линии коммуникации Хамас, Хезболы и Иран. Именно по этой причине МОСАД не мог зафиксировать, как они передают сигналы и каким образом они планировали эту операцию. Каково? Или вас не удивляет? По реакции их на 7 октября это можно было предпочтать, они радовались, это было видно. А удивляет или нет, ну видите как. Наверное удивляет, могу сказать почему. Ведь дело в том, что волка на собак в помощь не зови. Понимаете, конечно, я очень хорошо понимаю, я очень адекватно оцениваю глубокую духовную близость всех архаистов и всех террористов мира. То, что в момент нападения на Израиль всё антисемитское глубоко российское и чекистское отродье ликовало, у меня никаких сомнений нет. И Путин антисемит. Не, ну он антисемит как бы генетически, он антисемит потому, что он принадлежит к этой службе. Лично он может даже дружить с каким-то евреями, там дарил букет Березовскому, пользовался их услугами, но он антисемит, как бы сказать, онтологически, потому что если главная задача еврейства в мире, они такие носители радикального прогресса, вот так у них получилось просто. Они этого не хотели, так вышло. Но все спецслужбы мира – защитники гомеостаза, защитники прошлого, защитники текущего положения, поэтому евреи им антологически враждебны. Это они вечно путетенят, вечно будоражат мир, они такие дрожжи мира, чекисты этого очень не любят. Помните, у Мандельштама, дрожжи мира дорогие. Так вот это про нас. Проблема-то в другом, что я искренне полагал, будто у них там наверху есть некоторый механизм самосохранения. Нельзя сотрудничать с Хизбаллой, нельзя сотрудничать с Хамасом. Неужели эти люди не понимают, что дьявол всегда в конце концов кинет? Ну, я понимаю, что там друг моего врага, мой враг и так далее. Я понимаю, что против Израиля им нравится действовать, это им органически удобно. Но нельзя иметь таких союзников. Во-первых, потому что эти союзники всегда сдадут. Это совершенно очевидно. Они корыстные. А во-вторых, ну, понимаете, это тоже чистое, беспримесное, агрессивное зло. Это чистый террор. Это радость убийства без какого-либо теоретического обоснования. Ну, нельзя иметь дело с такими людьми, если они действительно им помогали, если они действительно ассистировали, я не знаю, так ли это, скажу вам честно, пока я доказательств не видел. Но если это действительно так, то это просто лишний раз доказывает вторую мысль Толстого. Силы зла объединяются по первому свистку. Пора объединяться силам добра. И я очень надеюсь, что в этой ситуации в Израиле будут несколько определённее высказываться об украинской ситуации, хотя и не смею давать никаких советов. Вот смотрите, Дмитрий Львович, ситуация в Угледаре, ситуация на Покровском направлении. Параллельно мы видим бюджет Путина и Мишустина всё на войну, на 3,5 триллиона рублей больше. Поборы на 600 миллиардов рублей, которые планируют даже брать побор с покупки, с продажи сладкой газированной воды. Ставка на войну. Мобилизация в России, вероятно, готовится. Почему тогда мы постоянно слышим и обсуждаем историю о скором завершении войны? Вот это интересно, действительно. Я могу вам сказать, что мной интуитивно движет, когда я говорю о скором завершении. А Путину не нужно скорое завершение, не сомневайтесь. И если он и хочет закончить войну, то ядерным взрывом. А, видимо, если такой решимости нет, войну надо длить, она, как известно, списывает всё. Почему у меня есть интуитивное понимание, что это ненадолго? Понимаете, вот почему меня раздражают бешено все эти разговоры о том, что вот Путин навсегда, что это может длиться 30 лет, что он из семьи долгожителей, долгожителей там. Дело в том, нет, ну это так объективно. Дело в том, что он, понимаете, каждым своим движением он проваливается глубже ворон, он в абсолютном цукцванге. Говорить о том, что у этой власти есть перспективы, ресурсы. Ресурсы, может быть, и есть там бесконечное терпение населения. Кстати, населения не так уже и много, его по всей видимости будут мобилизовывать через тюрьму, через массовые посадки. Видите, вот какую бы здесь аналогию привести. Понимаете, раковая опухоль уничтожает организм очень быстро. Она вообще, особенно если это агрессивная форма рака, такая как вот тацизм, это довольно быстрый процесс. Поэтому, глядя на триумфальное шествие раковой опухоли по организму, можно уже было подумать, что всё, она победила. Проблема в том, что и паразиты, и вирусы, и рак уничтожают материнский организм, вместе с тем уничтожая и свою перспективу. Им жрать станет нечего. Понимаете, от такой болезни, как сегодняшняя русская государственность, государство погибнет быстрее, чем оно успеет истощить свои ресурсы. Ведь это теоретически, вот мы говорим, теоретически, никто не сопротивляется, вся таблица Менделеева в наличии, деньги есть, они могли бы проявить бесконечно. Но поскольку это самоубийственное, аутоиммунное заболевание, поскольку они на каждом шагу сами уничтожают собственный резерв, это просто, понимаете, это зрелище поучительное, трагическое и короткое. То есть, как бы это так вот сформулировать, чтобы эта аналогия стала понятна. Понимаете, ну, я знал несколько семей, которых просто алкоголик уничтожал женщину, его кормившую, содержавшую, о нём заботившуюся. Сейчас у России примерно та же ситуация. В функции алкоголика, кровавого вампира, власть, в функции борщицы, его бесконечно содержащие, народ. Ну, понимаете, в какой-то момент алкоголик забивает сожительницу ногами, потому что он не может этого не делать, он требует новых сексуальных ощущений, а предельные сексуальные ощущения для него убийства. Поэтому так-то, в принципе, Россия бы не сопротивлялась и дольше. Но та болезнь, которой она сегодня больна, да ломает её быстрее, чем международное сообщество, быстрее, чем украинская армия. Враг России номер один сидит в Кремле, и этот враг абсолютно безпощаден. Вы знаете, у меня ребёночек маленький, она сегодня у меня спрашивает, ракеты летят баллистические на Украину, а она спрашивает, папа, а кто пускает? Я говорю, плохой дядя, как его зовут? Я говорю, Владимир, а почему его жена его не убьёт? И вы знаете, это как-то очень забавно получилось. Потому что и жены-то в общем нет, мы же ничего не знаем, понимаете? Эти все защитники семейных ценностей свою семью построили так своеобразно, Мизулиной, нельзя говорить, есть ли у неё дети, это государственная тайна. И, кстати, она выступает против Чайл-Фринга. А где дети? Где 10 родителей? А её спрашивают, а где ваши дети? А она говорит, это не ваше дело. И тут же начинается проверка корреспондента, пробивка по базе. Мы ничего не знаем о личной жизни Путина, хотя о семье, о ценностях семьи все говорят направо и налево. Там у Дугина, кстати, тоже были большие проблемы, насколько я помню, первая жена Дугина была Дибрианская, активистка ЛГБТ. Конечно, ЛГБТ. Вперёд, вперёд. Интересно, ребята, это он отмаливает, видимо, грехи юности. Понимаете, вот когда я гляжу на деток, вот вы на свою, я на своего. У нас вчера, кстати, была такая киноночь, их собрали вечером в детском саду и показывали два часа подряд Микки Мауса, чтобы они, значит, насладились. Я смотрел на эту огромную толпу Бобзов в диапазоне от трёх до семи и, в общем, меня переполняло дикое чувство вины и ответственности, потому что, понимаете, вообще на Бобзов очень страшно смотреть, вы это знаете лучше меня, потому что они такие кьютные и не очень понятно, что мы можем сделать, чтобы их спасти. Но вместе с этим чувством ответственности и страха во мне поднимается такая волна ненависти ко всем, кто пытается отравить жизнь, понимаете? Вот я, может быть, за мировую культуру не впрыгусь и, в общем, плевать на её судьбу, но за Бобзов вот просто желание порвать за них, оно растёт и крепнет. И поэтому, понимаете, людям, которые лишены любви к детям, лишены эмпатии, как Путин, им этого не понять. Но я уверяю вас, мир своих детей в обиду не даст и своих дедушек на ужин тараканищу не принесёт. Это очень страшное чувство, страшное, понимаете? Потому что это во мне животное говорит, когда я вижу своего, и понимаю, что я реально порву за него, потому что у меня абсолютно отключается в этом случае любая критика. Он такой славный, что я никому не дам его бить, либо пусть убьют меня. То есть, вот у меня есть эта глубокая внутренняя готовность. В этом плане, вот здесь вы правы, здесь вся надежда на Бобзов, потому что, понимаете, даже те, у кого ничего не осталось святого, за Бобзов они впрягутся. И, конечно, Путину в этом плане нечего им противопоставить. Он никогда на ребёнка с умилением не глядел. Разве что иногда, может быть, с несколько таким людоедским чувством целовал его животик. Но у диктатора, как правило, нет семьи, поэтому ему не понять, что мы испытываем.